Давайте еще одну партейку. Итак, с минимальным перевесом ведет американский гроссмейстер, а мы продолжаем играть по 3 минуты. Ну, вот так и надо. Вообще, 3 минутки все-таки для интернета это идеальный контроль, потому что все зрители, даже не очень искушенные, успевают понять суть сыгранных партий. Комментаторы успевают им что-то объяснить, что-то показать на экране. Но, соответственно, и достаточно быстро, с другой стороны, никто не заскучает, никто не заснет. Так, это у нас антимиран. Белые поставили пешку на b3, чтобы на c4 побить пешкой. Черные здесь расставляют ладьи на d8 и e8, как правило. Борис Гельфанд здесь с черными прекрасно играет. А вот на c8, это немножко другая расстановка, в отличие от идеи Гельфанда, и белые вскрывают центр. e4. У вас лицо добивается превосходства в центре, у черных возникает идея конь f6 и c5. Вопрос в том, получится ли, пройдет ли. Но ладья на d1 здорово расположена. Знаете, вот ладья на c8 с точки зрения вскрытия центра стоит не лучшим образом. А вот ладья на d1 идеальна. Именно поэтому я вот лично считаю, что черным надо было вместо ладья c8 все-таки ладью ставить на d8. И она очень-очень пригождается именно с точки зрения вскрытия центральных вертикалей. Ферзь h4, по-моему, есть ход. И на c5 здесь как бы слон d3 не прилетело. Слон d3 взяли на c5, взяли на f6 и мат. Подождите, а слон d3 как вообще ходить-то? Слон d3. А, там конь e4 может быть. Такая какая-то разгрузка. Но очень опасно у черных. Вот сейчас или взять на c5 и потом после взятия слон d3. Ну, простая человеческая угроза мата на h7. Ладья е1. Ну, мне кажется, это в какой-то степени амнистия. Ну, не исключено. Нет, конечно, позиция теоретическая. Просто я конкретно этой позиции не помню. Но чувствовал, я чувствовал, что здесь могли случиться всяческие неприятности. Ну, у хода ладья е1, правда, тоже есть один резон. Угрожает где-то d4, d5. И по вертикали d, соответственно, e возникали проблемы. Ну, а нич гиды у нас действуют достаточно практично для блица. Он избавился от одного слона. Да, у белых перевес двух слонов. Но у черных сейчас идеальное расположение фигур. Слон идет на c5, пешка на a5. И, в общем-то, этот слон с f3 я вам замечу. Хотя он, конечно, и слон. Да, у него есть и хобот, и ножки. Но он стреляет в пустоту. Дело в том, что вот эти все поля по большой белой диагонали сейчас абсолютно никому не нужны. Ну, что, слон c5 играем. Да, они же, наверное, можно подменять парочку ладей и к пункту f2 прицепиться. Слон b4. Ну, тоже, кстати, полезно, знаете, так огорчить соперника тем, что ладьи здесь, ну, приходится уже все менять. Иначе ладью на f1 ставить просто обидно. Ну, я бы сейчас сыграл слон c5. Совершенно необязательно здесь уступать вертикаль d. Можно вообще сыграть где-то, наверное, ладья d6 и потом ферз d8. Размены на f6, я думаю, никто бояться не имеет права. Позиция равная, друзья мои. Равная. Хотя, хотя, конечно, вот если бы еще разменять ферзей, я бы белыми все-таки еще поиграл. Потому что приближаем короля на ферзевый фланг, может быть, там какую-то проходягу и удастся организовать. Е5. Вот так вот сейчас. Ну, вы знаете, это резкая игра на победу. Здесь акции слона с f3 становятся гораздо выше. Он и на d5 при случае может оказаться, да. Ход е5 очень ответственный. И если они же проиграют, я могу сказать, что ход е5 это будет главная причина. Так, слон бьет f6, простите. А, ну, может быть, ферзем взять на f6 и разноцвет без пешки как-то вот так играть. Потому что gf, там слабости какие-то будут. Хотя, хотя это пешка все-таки. Вы знаете, вот и то, и другое имеет смысл. Ферз f6, слон е4, слон c5, мне кажется, там примерно равенство черные должны удержать. Ну, маловероятно, что как-то белые могут всерьез на что-то там рассчитывать. Ну, пешку на f5 поставили на ферзем фланге, а организовать проходную просто невозможно, на мой взгляд. Вот, но пешку все-таки анишику жалко, я его понимаю. Нет, все-таки он, знаете, вот, ну, видимо, сумел, успел оценить. Вот теперь от черных не требуется здесь ничего. Надо просто стоять. Да, g6, король g7, ферзя на d4. И, собственно, дальше. При размене ферзей элементарная ничья, битая ничья. Вообще ничего там не сделаешь. Ну, мне кажется, что здесь должен отработать эту ничью голландский гроссмейстер. А я пока почитаю чат. Так, у нас народ здесь активно пишет. Подтвердили американцы, это последняя партия по 3 минуты. Спасибо, спасибо, да. Так, па-па-па-па-пам.